Сегодня статистики всей России отмечают свой профессиональный праздник. И мы сегодня решили в студии встретиться с людьми, которые очень часто бывают в эфире телеканала «Вариант», потому что мы следим за цифрами. Итак, я представляю вам начальника отдела статистики труда, населения и науки Владимирстата Ирину Лючину. Ирина Станиславовна, здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляю вас с профессиональным праздником. Хочется, чтобы статистика наша всегда была передовой, и все цифры были очень положительные. Да, хотелось бы. Что сегодня из себя представляет Владимирстат? Владимирстат – это большой коллектив, коллектив профессионалов, который на высокопрофессиональном уровне выполняет задачи, которые перед ним ставит правительство Российской Федерации в первую очередь. Также мы выполняем работу, которая очень необходима местным органам власти, обычным людям. Ежегодно органы статистики собирают и обрабатывают, выполняют более 1250 работ, отправляются на федеральный уровень. И это очень большой поток информации. И те цифры, которые мы представляем в правительстве, они, как правило, очень затребованы и на областном уровне. Это коллектив женщин средней возраста, где-то 46 лет, и третья часть из них имеет стаж работы более 25 лет. То есть специалисты все опытные. Работа наша требует трудолюбия, внимательности, усидчивости. В основном это женская профессия. В настоящее время, в связи с тем, что прогресс идет вперед, всякие айтишные технологии развиваются, требует наша работа также идти в ногу со временем, постоянно совершенствоваться, осваивать новые технологии. В общем, работа у нас сложная и очень ответственная. Мы проводим очень много всевозможных обследований, кроме того, что мы работаем с предприятиями по сбору и обработке информации. У нас проходит ежегодно очень много всевозможных обследований, которые проводятся путем выхода в домохозяйство опроса населения. Это 11 цитатных демографических обследований, мониторинг цен, обследование бюджетов домашних хозяйств, которые занимаются люди, которые имеют очень высокий уровень профессионализма. И работа их очень тяжелая, потому что нужно и расположить к себе жителей, чтобы они пошли на контакт. Работа по обследованию цен тоже требует очень большого уровня квалификации, поскольку нужно соблюсти методику, все сделать вовремя. То есть люди у нас выполняют очень ответственную работу, серьезную. И то, что очень радует, то, что информация наша нужна. Статистики, как правило, выполняют работу, которую другие органы больше не выполняют. То есть правительство самоответственные работы, самоответственную информацию собирают, как правило, органы государственной статистики. Понятно, что тема, то, чем занимается Владимирстат, Росстат, она огромная. Но мы сегодня подробнее с вами остановимся на теме образования. Начнем с подрастающего поколения, самых маленьких. Сегодня вопрос все реже стоит о дефиците мест в детских садах. Что на этот счет известно статистике? В области у нас на начало 2020 года работало 440 дошкольных учреждений. И в общеобразовательных школах открыто 50 групп для детей-дошкольников. Посещают дошкольные учреждения 73 тысячи детей. За последние 4 года, с 2016 года, охват детей дошкольным учреждением у нас увеличился. Поскольку этот показатель является одним из показателей оценки деятельности работы органов местного самоуправления. И работа в том направлении, чтобы обеспечить всех детей местами в дошкольных учреждениях, ведется ими. Вот в 2019 году посещали дошкольные учреждения 84% детей в возрасте от 1 до 6 лет. Два года назад 82% было. Число мест за 4 года у нас увеличилось на 3,8 тысячи в дошкольных учреждениях. Было построено дошкольных учреждений на более чем на тысячу мест. Построено, но число детей у нас также увеличилось по сравнению с 2016 годом, поскольку у нас идет стойкое снижение рождаемости. Число детей 1-6 лет у нас увеличилось на 4,5 тысячи. То есть, соответственно, это повлекло то, что у нас охват детей дошкольным образованием увеличился. И на 100 мест в дошкольных учреждениях у нас приходится 93 ребенка, а в 2016 году было 99. Скажите, вот такая положительная динамика, связанная с уменьшением дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях, больше с чем связана? С падением рождаемости? Ну, все совместно. И строительство, может быть, еще какие-то меры принимаются органами местного самоуправления, какие-то площади выделяются для этого, я не могу сказать. Но строительство ведется дошкольных учреждений и в то же время снижается число детей. Ну что ж, перейдем к общему образованию. Хватит ли нам школ и вообще какие демографические факторы в школьном возрасте основополагающие? Ну, число школьников у нас растет последние годы. Это также связано с демографическими процессами. С 2002 по 2012 год в области происходил рост рождаемости. И дети, которые родились в те годы, сейчас посещают школу. И ежегодно, у нас вот с 2016 года на 11 тысяч школьников стало меньше. Работают у нас 363 государственные школы и 9 частных школ в области. Среди государственных школ у нас 8 гимназий, 5 лицеев, 1 кадетское учреждение и 2 вечерние школы. Школьников у нас в государственных школах 144 тысячи. В частных порядка около 1000 школьников. Дети не только учатся, но и посещают дополнительные кружки и секции. Есть ли по ним информация? Да, мы собираем эту информацию о дополнительном образовании школьников. Здесь у нас положительные тенденции последние годы наметились. Я думаю, что это результат деятельности также органов местного самоуправления, которые ведут работу по расширению места для школьников по получению дополнительного образования. Вот если сравнить в 2015 году, у нас работало 130 учреждений, которые ввели дополнительное образование детей. А в 2019 году уже 551. И основными направлениями, это связано с тем, что кроме школ искусств, спортивных школ, каких-то домов творчества юных, у нас кружки и секции стали открываться в общеобразовательных школах и в дошкольных образовательных учреждениях. Это повлекло за собой увеличение числа детей, которые получают дополнительное образование. О видах расскажу как образование. О самом распространенном у нас 66 тысяч детей занимаются видами образования в области искусств. Из них, из 66 тысяч, 11 тысяч уже по предпрофессиональным программам, то есть обучение у них повышенной сложности. И вот это направление у нас увеличило число обучающихся в 2,5 раза по сравнению с 2015 годом. По предпрофессиональным программам тоже в 1,3 раза увеличилось число детей. В спортивных школах у нас обучается 40 тысяч детей. Это обучение в этом направлении у нас осталось на том же уровне. У нас появились такие виды обучения, как посещение различных кружков, секций, курсов. Где-то 67 тысяч детей у нас занимается в этом направлении. Самыми распространенными являются курсы иностранных языков, курсы компьютерной грамотности, художественно-эстетические какие-то кружки направленности. Также с последние годы распространенными являются курсы подготовки к сдаче ЕГЭ и курсы для поступления в профессиональные учебные заведения. Ирина Станиславовна, а есть ли цифры, сколько ежегодно молодежи покидает стены школы? Вот в прошлом году число школьников, которые получили аттестат об основном общем образовании, это 13 тысяч школьников и 5600 получили аттестат о среднем полном образовании. Как дальше планируют свою жизнь выпускники? Ну, выпускники обучаются в среднепрофессиональных учебных заведениях и высших. Про среднепрофессиональные скажу, что у нас в области работает 36 среднепрофессиональных учебных заведений, которые обучают студентов по программам подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. Тут ситуация такова, что у нас 6000 студентов обучаются по программам подготовки квалифицированных рабочих, и последние годы приема на обучение по этим специальностям у нас снижается. Если в 2015 году у нас было принято 5,6 тысяч на обучение рабочим профессиям, то в 2019-м только 2,2 тысячи. А вот программа подготовки специалистов среднего звена, здесь наоборот, увеличение произошло на 3000, и сейчас у нас обучается 23 тысячи студентов в среднепрофессиональных учебных заведениях, получают среднепрофессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена. А что касается вузов? Вузов. У нас работает 9 вузов в области, из них 3 самостоятельных и 6 филиалов. 7 вузов государственной формы собственности и 2 частных вуза. В государственных вузах у нас обучается 26 тысяч студентов, из них половина по заочной форме обучения. Очников у нас где-то 43%. 2 трети студентов, 66%, обучаются платно с полным возмещением затрат. То есть бюджетное у нас обучение только 33%. В среднепрофессиональных учебных заведениях там 33% обучаются с полным возмещением затрат. А по программам подготовки рабочих 1% только. То есть там есть возможность полностью получить образование за счет бюджета. Вот интересно, какие специальности чаще всего выбирают выпускники? Какие факультеты в приоритете? Если взять среднепрофессиональное образование, у нас очень распространено, очень большое число студентов обучается по таким направлениям, как здравоохранение, образование педагогика, гуманитарные науки. Если говорить о вузах, то здесь у нас самая распространенная тоже экономика управления, гуманитарные науки, образование педагогика. В последние годы у нас увеличился прием и выпуск студентов по такой специальности, как сервис, как в среднепрофессиональном обучении, так и в высшем. Сервис, в него входят такие специальности, как торговое дело, гостиничное хозяйство, туризм. Эта специальность у нас стала очень распространенной, и число выпускников увеличивается по ней. Также у нас в среднепрофессиональном образовании увеличилось число выпускников по специальности архитектуры и строительства. А наоборот, экономика управления немного снизилась. Также в среднепрофессиональном растет численность выпускников по здравоохранению. А много ли желающих продолжить свое обучение после вуза? Аспирантура, докторантура? У нас в области работают пять организаций, которые ведут подготовку аспирантов. И в последние годы число поступающих в аспирантуру у нас снижается. Среди этих организаций две научные организации и три вуза. В научных организациях у нас 33 аспиранта обучаются, и в вузах где-то 240. И по сравнению с 2015 годом у нас число поступивших на обучение в аспирантуру сократилось в 1,6 раза. Также сократилось у нас и число докторантов. Сейчас у нас всего один докторант в области, а в 2016 году было 4, а в 2010 году вообще 19 было докторантов. Но это не говорит о том, что у нас в области не работает наука. Наука у нас развивается, научная организация работает. У нас 31 научная организация занималась научными исследованиями и разработками в области. В науке у нас работает более 5000 работников, из них где-то 2000 исследователей. Научные направления у нас в области в основном преобладают технические науки и сельскохозяйственные. Образование сегодня неотделимо от научно-технического прогресса. Здесь, конечно, современные технологии нам очень облегчают жизнь и заметно преобразуют все сферы жизни. Вот в этом направлении какие наблюдения? Мы ежегодно, с 2014 года, органы статистики проводят обследование населения по использованию информационных коммуникационных технологий. Это обследование проводят с целью отслеживания, выполнения программы информационное общество. Эта программа, выполнение этих показателей, этой программы возложено на органы государственной власти, а органы статистики осуществляют мониторинг, насколько развивается в каждом субъекте направление информационных коммуникационных технологий. По данному обследованию в 2019 году у нас в области 74% домохозяйства использовали интернет, имели доступ к интернету. В ходе этого обследования мы получили различные показатели, которые нам позволили сравнить уровень использования ЭКТ в 2019 году и с предыдущими годами. Я сегодня хотела бы сравнить с 2015 годом. Если в 2019 году, я уже сказала, 74% населения у нас охвачено доступом к сети интернет, то в 2015 году где-то было 64%. Самыми распространенными видами услуг, которыми пользуются жители и с использованием интернета, это было на первом месте, конечно, соцсети, затем скачивание фильмов и музыки, использовали интернет для видеозвонков и видеоразговоров, а также для получения информации о здравоохранении, информации о товарах и услуг. 34% использовали интернет для заказов товара и услуг и для покупки товаров и услуг. Также особо интересная динамика произошла с таким показателем, он тоже в программе информационное общество у нас, это доля услуг, доля государственных и муниципальных услуг, которые получают граждане и с использованием сеть интернет. В 2019 году у нас 64% жителей получили государственные и муниципальные услуги через интернет. В 2015 году их было 45%. В основном у нас среди государственных и муниципальных услуг самыми распространенными являлось в 2015 году здравоохранение, запись на прием к врачу, это на первом месте у нас, где-то 45%. В 2019 году было 35%. По основным видам, следующим видам услуг у нас очень большой прорыв произошел, особенно получение услуг по налогам и сборам, обращение в налоговую службу, у нас здесь прорыв был с 11% жителей до 44%. Также используются услуги, пользуются услугами ГИБДД с использованием сеть интернет. Здесь тоже с 10% до 30% жителей стали пользоваться. Распространенными являются также регистрация, паспорта и регистрация и получение услуг образования. Это информация о сдаче ЕГЭ и постановка на учет в детские дошкольные учреждения, получение места. Ну что ж, Ирина Станиславовна, спасибо огромное за полезную информацию. Еще раз вас с профессиональным праздником. Я напоминаю нашим телезрителям, что сегодня у нас был в студии начальник отдела статистики труда населения и науки Владимир Стата Ирина Лючина. Ирина Станиславовна, до свидания. До свидания. Продолжение следует...